О том, как разрушалась экономика Анапского городского общества, рассказали сами казаки. В январе они записались на прием главе курорта Юрию Полякову. Говорят, накипело. В конце прошлого года войсковой старшина Сергей Череповский на сборе открыто выразил недоверие атаману Бурлуцкому. В заявлении, подписанном группой теперь уже неугодных казаков, перечислены все предприятия, которые когда-то, по их словам, принадлежали городскому обществу. Когда я ему сказал, что я тебе не доверяю, ты не атаман, ты позор наш городского казачьего общества. У нас у казаков хата горит. У нас господин Нестеренко обманный путем украл. Вот тут у меня все документы я вам передаю. Украл. У нас было два рынка, рынок восточный и рынок крепостной. Техбаза была парковая 37. У нас был военно-спортивный лагерь. Лежал Шуко, с левой стороны, зашел Бамов. Это было поле. Где ребята готовились для службы в армии. Где казаки готовились для военно-болевых сборов. Это по атаманскому отделу в городе Минске. Это у нас было. И была база отдыха для казачат. Это за малый утриж. Все это мы потеряли. Сам атаман Бурлуцкий эти обвинения комментирует осторожно. Вроде и фактически было что-то. Вот только документально, по его словам, не оформили. А значит и доказать это сегодня сложно. Анафскому городскому казачьему обществу не принадлежали никакие технические базы, никакие базы отдыха и так далее и тому подобное. Но в этом случае на праве какого-то юридического, на юридическом праве. Когда-то они, возможно, принадлежали городскому казачеству на праве фактического владения. Тем не менее, городской атаман подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, оценив моральный вред в 200 тысяч рублей. Сегодня состоялось предварительное судебное заседание. Обсуждался вопрос назначения лингвистической экспертизы. Завтра стороны должны сформулировать свои предложения. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Руслан Душевский. Анапа. Регион.